налагаемые Европейским Союзом обязательства и катастрофические последствия для жизни людей. Логотип, налагаемые Европейским Союзом обязательства и катастрофические последствия для жизни людей. Экспрессо, Португалия, Пауло Сантуж, Пауло Сантуз, Апфото Франциско Секко. Реалии нашей страны прекрасно демонстрируют последствия капиталистической интеграции в Европейский Союз. За последние десятилетия были уничтожены тысячи и тысячи рабочих мест и осуществлен демонтаж производственного сектора, закрытие многочисленных предприятий привело к развалу промышленности, а предоставление субсидий нанесло удар по сектору рыболовства и сельского хозяйства. Подобные политические меры подорвали развитие страны. И результат налицо – экономический спад и социальный регресс. Вопреки тому, как считают многие, в результате европейской интеграции Португалия больше потеряла, чем приобрела, так что даже фонды ЕС не способны восполнить эти потери. Экономический и валютный союз, договор о бюджетной стабильности, экономическое управление и банковский союз ЕС только ухудшили условия жизни людей, не говоря уже о том, что эти институты являются инструментами грубого вмешательства в независимости суверенитет государств. Для правления Европейского Союза и для крупного бизнеса условия жизни людей не имеют никакого значения. Для них важно продолжать высасывать государственные средства под предлогом стабилизации бюджета, чтобы накапливать богатство за счет обнищания простых рабочих. К сожалению, ситуация в нашей стране является собой подходящий пример. Проводимые в действии в течение последних лет программы стабильности и роста, Пакт о нападении Тройки и Диктат Европейского Союза затруднили доступ к основным правам и свободам и привели нашу страну к невиданным ранее уровням безработицы и бедности. По имеющимся данным, между 2009 и 2013 годом бедность увеличилась на 45%, так что за чертой бедности оказалось более 800 тысяч португальцев. Сейчас всеобщее внимание обращено к Греции. Последние события обнаруживают возмутительные вмешательства во внутренние дела страны, шантаж и давление, оказываемые на греческий народ. Это те самые шантаж и давление, которые мы уже наблюдали во время выборов в Греции и путем которых осуществлялись попытки повлиять на свободный выбор греческого народа. Подобное отношение показывает истинную природу Европейского Союза, состоящего на службе у крупного капитала. Изыскиваются все возможные средства для того, чтобы ограничить независимость европейцев, заставив их подчиняться директивам и руководству крупного бизнеса. С каждым разом становится все более очевидным, что только разрыв с этой политикой, с руководящими принципами, которые лежат в основе процесса европейской капиталистической интеграции, и ее инструментами, банковским и валютным союзом, договором о бюджетной стабильности, экономическим управлением и банковским союзом, решит те проблемы, с которыми европейские государства и народы сталкиваются в экономическом и социальном плане. Все более очевидна необходимость пересмотра долга, подготовки к выходу страны из зоны евро и общественного контроля за банковской деятельностью, чтобы открыть перспективы для развития и прогресса путем проведения альтернативной политики, которая бы сделала ставку на производственный аппарат, на общественный контроль за стратегическими секторами экономики, на перераспределение богатств, на справедливую налоговую политику, на обеспечение социальных прав и утверждение нашей независимости и суверенитета. Оригинал публикации Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok